всем привет угадайте где мы сейчас ну конечно же по тому где я сейчас нахожусь мы можем вы можете сразу догадаться что мы на семейной прогулки дамы на семейной прогулки погода прекрасная очень ну касается очень нормально тепло и не жарко поэтому мы все после очень вкусного обеда и десерта нужно же как-то двигаться нужно сжигать калории и нужно наслаждаться летом потому что говорят что к нам придут дожди поэтому мы ловим каждую каждую минутку каждый момент тем более посмотрите какая красота ну как можно все это пропустить сидеть дома я лично за это за голосую за то чтобы вот так вот всей семьей выходить поднимать пятую точку как я уже вам говорю и проводить вместе время не только вместе с собой но и вместе с природой поэтому вдохновляю вас даю установку на то чтобы гулять и наслаждаться летом вот то что видит мои глаза но конечно же камера не передает всю эту красоту которую глаза видят и как они ее воспринимают для некоторых это наверное может быть не наверное а может быть чего особенного но для тех кто любит природу и находиться среди дней и черпать энергию которую она дает это что-то потому что природа дает энергию огромнейшую и очень очень хорошо действует на и нервную систему и на душевное состояние но на все на все действует очень позитивно вот уже и урожай собирают на полях такие огромные тумбы вот смотрите какие соломы скоро осень ну как скоро месяц еще но уже поля убирают классная атмосфера здесь на поле сверчки поют тишина и такое вот умиротворение такая атмосфера чисто сельская я бы сказала сухо сухо солома скрипит под ногами очень очень классная так и не хочется отсюда уходить знаете и не хочется даже чем-то таком специально ну как сказать серьезно разговаривать потому что когда выходишь на природу все какие-то мысли убегают и хочется так расслабиться цвета конечно же прекрасные разгар лета не жарко но тепло так ну не знаю как вам передать все все эмоции которые я сейчас переживаю конечно же они будут целый этот влог об этом рассусоливать и и говорить одно и тоже конечно же я сегодня покажу вам и что-то другое еще и засниму так что это не будет весь влог такой прогулки но все равно если у вас есть возможность выбираетесь такие места а я скажу вам я благодарна судьбе и я безмерно счастлива что я вот как я мы с мужем построили дом как раз вот в такой местности нам не нужно садиться в машину выезжать куда-то где-то искать проковку собираться и все вот это мы вот так стали вышли погуляли и вернулись домой это благодать это такое богатство которое я очень ценю и каждый день за это благодарю бога поэтому первое за то что ты встаешь у тебя руки-ноги видишь слышишь кушаешь ну конечно проблем никаких таких вот нету а второе вот то что есть вокруг то и ценю и зато благодарна богатство это не огромное количество денег это вот богатство это количество позитивных эмоций это что тебя вот так вот облагораживает в жизни вот это богатство конечно же семья а деньги это дело такое сегодня есть завтра нету и все сегодня нету завтра есть душевная покой душевный покой спокойствие такая вот душевная равновесие это дороже денег кто не согласен пишите в комментариях кто согласен также пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а я уже отстала от своих бегу их догонять и такое можно встретить на прогулке просто на тропинке как в передаче в мире животных вот такой он мир вокруг видеть нужно все посмотрите какая нахальная тыква залезла в мои в мою смородину посмотрите вот тут она растет и вот так она пошла во всю смородину еще там какую-то тыкву мне в подарочек приготовит и она будет лежать на смородине чтобы не поломала ветки вот такая тыква а помидорчики еще зелененькие уже август а помидоров еще у меня к сожалению нету и атомар помидоры как-то или как-то его называется то есть такие маленькие вот и предыдущий сорт который у нас был они быстренько созревали а вот эти недовольные думала что они такие одни маленькие оказывается оказывается что нет вот очень и очень жаль растут большие кусты маленькие помидорчики и вот так вот медленно дозревают где же мне найти тот мой сорт который раньше у меня был столько было помидоров сладенькие неприхотливые быстрозрели вот как я организовала огурчики в этом году как получилось так получилось но очень удобно все они подвязаны и вот как удобно собирать они висят все видно я уже много пособирала но все равно вот мы красавец я еще не закончила но вот сегодня столько еще вот иду до собирать вот такие классные огурчики и целая ведро щавеля вот собрала огурчики мои уже мой урожай подрезала попки и вот мочу буду солить огурцы на зиму у меня очень классный рецепт на канале есть видео и малосольных огурцов и на зиму получается очень хорошие вкусные огурчики поэтому вот буду потихоньку на нем заниматься засолкой а еще столько всяких дел с огорода вот такое лето трудолюбивая вот первая партия огурчиков готова 6 баночек но мне тогда же удобно потому что я и делаю по меру по мере поступания огурков огурец огурцов огорода сейчас у нас похолодало так что огурцов будет меньше но ничего когда они подрастут буду вот так маленькими партиями заготавливать даже так удобно чем я раньше например когда покупала 20 килограмм сразу закатывал это было проблематично ну то чтобы проблематично но более так трудоемко сказала бы кого интересует у меня на канале есть рецепт оставлю ссылочку этих огурцов на зиму получается очень вкусные ароматные твердые ну бомба как говорят в польше вот поэтому друзья мои если вы еще не делали обязательно попробуйте и я вас вдохновляю на такие домашние заготовки вот сегодня еще занимаем занимаюсь маринованием огурцов сделала 6 баночек это 5 там еще одна и щавель консервирую вот а остальные огурцы уже буду солить только вот так как стали различаю когда я манерной огурцы я никогда не обрезаю а когда солю тогда обрезаю кончики поэтому я всегда вижу банки где маринованные где соленые